Привет, друзья! Меня зовут Андрей. И сейчас я еду на фабрику бесконтактных термометров и буду делать проверку качества товара. После этого мы сделаем отправку нескольким клиентам. Если честно, я не очень большой сторонник всех вот этих вирусных товаров и до конца старался этим не заниматься, но поскольку старые клиенты меня очень попросили, я решил все-таки сделать пару заказов и могу принять еще несколько заказов. Но сразу могу сказать, что если вы новичок вашего дела, то есть если вы только пытаетесь начать новый бизнес, это не подходящая ниша для новичков, потому что этим занимаются так же, как и масками все подряд. и, естественно, те, кто занимаются бизнесом уже давно, конечно же, чаще всего у них получается больше, чем у тех, кто только начинает. И у новичков могут быть наоборот проблемы с тем, что вы можете закупить товар, и потом он уже у вас не продастся, а вирус закончится, и потом вы уже не сможете им заниматься. Если вы сейчас смотрите это видео, и вы новичок в бизнесе, то я бы вам посоветовал посмотреть другие мои видео на нашем канале о том, как выбрать фабрику в Китае и выбрать обычные стабильные товары. Многие из вас у меня спрашивают, что такое стабильные товары. Стабильные товары – это может быть что угодно. Это может быть какая-то одежда, это может быть руль для автомобиля, это может быть подставка для телефона для автомобиля. Это может быть что угодно. И такие товары люди покупали и будут покупать всегда. Такие товары удобны для начинающих, потому что вы можете запустить свой сайт, не спеша сделать свои социальные сети, потренироваться на рекламах разных, и рано или поздно у вас начнет получаться. Поэтому я рекомендую заняться обычными товарами, если вы являетесь новичком. Но если вам действительно очень нужны такие товары, как бесконтактные термометры, или какие-либо другие товары, обращайтесь, буду нам помочь. И буквально через час мы уже приедем на фабрику, и я сделаю проверку качества и покажу вам другие детали. На меня одели какую-то штуку, не знаю, что это значит, но у гостей фабрики вот такая вот красивая красная ленточка. Первый раз я вижу фабрику, на которой действительно в шапочках не для показа. все очень стерильно. Меня даже заставили одеть бахилы. Хотя сотрудники, я так понял, без бахил. прямо тут появятся платы. Данная фабрика может производить до 40 тысяч бесконтактных термометров. хорошее показывает правильную температуру. Есть небольшая погрешность, но показывает нормально по сравнению с бракованными. Для этого мы проверяем каждую единицу. Показывают меньше. Такой брак мы тоже отсеиваем. Некоторые есть. С таким браком полоски на экране. На этом есть полоски, на этом нет. Еще один брак. Нету звука. Нет, пик-пик. Видите. На этом я нашел ржавчину. Это тоже замена. Вот здесь отложены браки. А здесь уже все хорошие. Несмотря на то, что все так серьезно, на удивление, я нашел примерно 15-20% браков. Но производство выглядит очень серьезно по сравнению, допустим, с производствами наушников или другими производствами. Почти все в чепчиках. Но есть вот один парень, который без чепчика. И там еще парочка было тоже. Курки для пистолетов. Тут уже собирается более-менее конечный продукт. Кнопочки. А здесь уже коробочки. Далее сортируют и компонуют уже в коробке. Линия производства налажена так, что без остановки идет упаковка. Здесь они делают проверку. Но почему-то гораздо хуже, чем я. Здесь целая гора оборудования. Это точно не на коленках собирается. Учитывая, что все в масках и в чепчиках достаточно стерильно. Не хватает еще перчаток, конечно. Но, может быть, с перчатками они не смогли бы работать. А это бутылочки, из которых пьют персональные каждого сотрудника. Меня не пропустили. Я дальше не пойду. Я все-таки пошел. Я думал, что не пойдем. Что-то делают, наверное, над нами. Я надеюсь, что сейчас не пойдет какой-то газ. Ух, слава богу. Страшное дело творится. Еще раз, блин. Наконец-то мне дадут спикс-ферменную одежду. Круто. Теперь нам не вот такая крутая рубашка. А за мной находятся вот такие машины. Производство кипит. Вот таким образом делается 40 тысяч бесконтактных термометров за сутки. Странно, что после всего от того, что я здесь вижу, на выходе 15% браков. Но все-таки надо понимать, что это Китай. Поэтому без проверки я не рекомендую. Мы можем проверить каждую единицу, каждый раз. Даже если у вас заказ на несколько тысяч штук. Я проверил 200 штук и нашел, ну, порядка, наверное, 25 браков. 200 штук пошло в машину. На складе мы упаковываем вот таким макаром. Добавляем пенопласт. После этого мы оденем такие зеленые мешки, водонепроницаемые. И потом будет фирменный скотч Carga 1688, как на тех коробках. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ниже есть мои контакты. Добавляйте мне в WhatsApp. Буду рад вам помочь. Спасибо.